Привет всем, сегодня у нас 3 сентября. На улице тепло, солнце светит, дожди кончились. А я меняю ремень ГРМ. Вот, старый у меня порвался. Короче, не надо снимать переднее колесо, откручивая там шкив головкой. Все можно открутить с этой стороны. Для этого достаточно иметь вот такой вот ключ накидной на 9. Вот я его маленько изогнул. Вот он был изогнутый, вот эта часть. Я его просто в эту сторону еще выпрямил. И все, шкив спокойно откручивается с коленвала. Вот этот вот шкив. Вот. Также вот такой вот ключ накидной на 19 это все. Также можно и вот этими накидными ключами открутить гайку, ослабить вот этого генератора. Там тоже на 19. Также вот эту гайку ослабевается. И генератор сдвигается, снимается ремень. И потом уже откручивается болт, который держит шкив с этой стороны. Вот сюда на шестеренку. Я просто установил монтажку прямо в зуб, чтобы она не проворачивалась в корпусе и упер. И болт свободно открутился. Сейчас я выставил по метке. Метка находится напротив вот этой шпонки. Вот шпонка и там маленькая метка стоит. Вот углубление на корпусе имеется. Небольшое. Это показывает верхнюю мертвую точку. Также выставляется здесь метка. Вот она. Вот эта метка. Выставляется напротив вот этого корпуса. Верху вот здесь. Четко между зубьев она находится. Нижняя метка, она находится напротив зуба. А эта метка вот здесь, между зубьев. Устанавливается ремень. И потом это все уже дело натягивается. Вот тоже ослабил натяжной шкивок. Сейчас я его подтяну, прокручу. И все буду собирать на место. Поэтому не надо снимать переднее колесо. Все свободно делается с этой стороны. Ничего сложного нету. Так что, если кто-то столкнется с этим, можно поменять. Ну, за полчаса можно поменять. Ничего страшного нет. Главное, чтобы погода позволила. Снег, дождь. Чтобы не было. Но я сейчас соберу и все. Все, ремень я натянул. Натягиваться он просто. Ничего сложного нету. Главное, натяжка его происходит. Вот, чтобы его поворачивали ровно на 90 градусов от руки. Вот так вот повернули. Если он повернулся 90 градусов, то это нормально. Если он будет слишком переворачиваться, то это слабый ремень. Если он будет не доворачиваться, то это туго. Вот, 90 градусов. Легониско повернули. Все. Это нормальная натяжка. Туго делать нельзя. Его просто-напросто порвет. Сейчас необходимо сделать полный оборот ремня. Чтобы двигатель сделал 4 такта. И потом сверить все метки. Совпали? Нет они. Потому что можно сделать так, что на один зуб случайно передвините, и у вас метки потом не совпадут. Провернули, проверили. И все. Собирайте дальше. Устанавливайте шкив. И гоняете. Все. Я шкив установил. У него также имеется верхняя мертва точка. Вот. Если посмотреть, видно. Поставил болт туда. Вот. И этим ключом просто вот так вот его заворачиваем. Вот. Надеваем. И затягиваем. Вот. Повернули. Сделали. И все. И вот так вот его заворачиваем. Не сказать, что быстро, но нормально. Все. Заворачиваться. Ничего сложного нет. Не надо лезть под машину. Так что на этом все. Всем пока. И до новых встреч.